На Кубань 24, время информационного канала. Сегодня пятница, 31 мая. Здравствуйте, мы начинаем эфир. У нас сегодня необычный, как вы уже, наверное, сейчас догадаетесь по нашей студии. У нас специальный выпуск, посвящен он завтрашнему празднику. Называется он Международный день защиты детей. В этот день во многих странах, во многих городах устраивают различные мероприятия, где все внимание, конечно, детям. И у нас сегодня дети в студии, главные герои, главные ведущие, они будут вести сегодняшнюю программу. А мы, взрослые, так на подхвате. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. С праздником вас наступающим. Спасибо. Ну что, давайте, короткая планерка. Как сегодня проведем выпуск? Есть какие-то пожелания, предложения? Может быть, кого-то что-то обсудим, кого-то позовем? Александр? Ну, начать все-таки стоит с того, что у нас день защиты детей. Информационный повод, согласен, хорошо. Да, и поэтому что-то как-то акцентировать, внимание хотелось и на защите прав детей, о правах детей. Отлично. Кристина, есть пожелания? Я считаю, так же, как и Саша. Вот так, у нас здесь большинство уже, Настя, о чем поговорим? Может, кого-то позовем интересного? У нас будут гости, но я хочу его провести весело и очень интересно. Отлично. Есть у тебя, Гер? Поддерживаю. Понятно, вы разделились так пополам, я смотрю. Ну что, ни пуха, ни пера, поехали. Вы отправляетесь готовиться к экономическому блоку. Да, у нас тоже впереди серьезные гости. Но вначале давайте мне просто... Можно уже, да, покинуть студию. Мне интересно просто, что вы знаете про День защиты детей, Международный День защиты детей. Настя? День защиты детей впервые начали праздновать в 1925 году. Также у него есть свой личный флаг. Это зеленый фон, а на нем в центре нарисован земной шар, а на нем стоят пять фигур человечков. Черный, белый, желтый, красный и синий. Это флаг этого дня специально? Да. Александр, есть что добавить? Ну, официально вообще День в 1950 году был закреплен на конвенции европейской. И с тех пор это день не только детский, это не только День счастья для детей, но и в первую очередь День защиты, День охраны детей, их прав, свобод и интересов. На вашей памяти, как обычно проходит этот день? Вспомни, в прошлом году, в позапрошлом, что ты делала 1 июня? Я гуляла по улицам с шариками. Саша? А в прошлом году на 1 июня я в этой же студии сидел. В этой же студии, точно. Я вспоминаю, у вас уже, видите, стабильность признак мастерства. Как бы вы провели, давайте помечтаем, вот идеальное 1 июня? Что идеальное 1 июня? Вообще, мне бы хотелось в первую очередь, чтобы те права, которые затрагивают... Для себя. Вот давай, без прав, без ничего. Все, да, твой идеальный день, твой идеальный первый день. Просто пойти погулять с друзьями, отдохнуть от всего и почувствовать тебя ребенком. Я думал все-таки прийти к нам в студию. Ну ладно, Настя. Я уже у вас прийду. Как бы ты провела, если бы могла загадывать желание, как бы ты провела первый день лета? Я бы поехала в аквапарк. В аквапарк. Хорошо, мы услышали, надеюсь, что родители тоже услышали твое желание. Давайте поговорим уже на серьезную тему, да, день охраны, день защиты детей. У нас в Краснодарском крае мы были первыми, у кого появился специальный закон. Саша, мне не вам рассказывать, вы все знаете, да, юриспруденция, это, так скажем, ваш конек. Закон в народе назвали как? Детский закон. Детский закон, абсолютно верно. Главное правило детского закона, помнишь? Даже такие плакаты по всему городу. 22.00. 22.00. Детям до 18 лет нельзя выходить без родителей по улицам. Ну, в принципе, да, это уже развернутый ответ. 22.00, пора домой, да, пора домой. Давайте, что вы знаете еще, помимо того, что пора домой в 22.00, еще какие-то тонкости детского закона, знаете? Детям до 14 лет в 21.00. Да, даже я такого не знал, Саша. У вас есть какая-то еще дополнительная информация? Ну, ключевым здесь является фактор общественности места, в котором ты находишься. То есть, у кого-то дома в гостях ты вполне можешь находиться и после 22.00. Ключевое здесь то, что ты не можешь находиться на улицах, в каких-то общественных местах, в заведениях, в вокзалах, аэропортах и тому подобное. Самое главное, ты не можешь находиться один, да? В сопровождении родителей, пожалуйста, одному находиться нельзя. Давайте пригласим в нашу студию эксперта, который все знает о детском законе. Подвигайтесь ближе ко мне. У нас в гостях начальник отдела обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Министерство труда и социального развития Краснодарского края, Раиса Андрина Панченко. Раиса Андрина, здравствуйте, спасибо, что пришли к нам в гости. Ребята, все правильно рассказали про детский закон? Абсолютно правильно. Это главное требование, да? Собственно, после 10 дети должны быть дома. Абсолютно верно. Я помню, когда этот закон только появился, тогда было очень много дискуссий по поводу этого закона. Там кто-то говорил, что нарушаются конституционные права, кто-то еще другой. Третье. Но мне кажется, он доказал свою значимость, потому что потом в итоге был принят на федеральном уровне. Вот сейчас уже априори, уже даже у кого сомнений не возникает, что так должно быть. Да, безусловно, вы абсолютно правы. Спустя буквально год, как мы стали первооткрывателями, скажем так, реализации этого закона на территории нашего края, все субъекты были наделены этим правом. И я вам скажу, что большинство им пользуются, эти ограничения имеют место быть. И те дискуссии, которые существовали, что мы нарушаем права детей, либо их родителей, они все-таки со временем показали обратное, как вы уже сказали. И на самом деле закон направлен только на одно – сохранить жизнь и здоровье наших детей. Лето, завтра начинается лето, закон как-то становится жестче, может быть, требования или проверок становится больше. То есть как-то меняется регулируемость этого закона? Да, безусловно, потому что лето, мы с вами понимаем, это пора, когда наши дети наконец-таки окончили учебный год, и у них появляется свободное время, и они, конечно, стараются его припроводить как можно дольше на улице, потому что и временные рамки увеличиваются, темнеет сейчас позже. Да, количество рейдовых мероприятий в самих районах, в муниципальных образованиях увеличивается. Главами этот вопрос взят на личный контроль. Что касается увеличения проверок по его реализации, безусловно, он будет. Выезды в муниципальное образование будут осуществляться чаще. Также с одной целью, чтобы смотреть, как на местах он реализуется эффективно, насколько рейдовые группы эффективно работают. И наша цель не то, чтобы выявить ребенка на улице и отметить, что сегодня выявлено 10 детей в крае. Нет. Наша задача принять меры, чтобы дети не пострадали. И выявив ребенка, безусловно, передать его только родителям. Коллеги, вы отключаетесь. У вас есть? Трисия Андреевна, у меня такой скорее профессиональный вопрос по поводу закона. А могут ли сопровождать меня после 22.00 какие-то старшие братья, например, дяди, тети, иные взрослые люди, которые не относятся к категории родителей или законных представителей? Если говорить о требовании самого закона, вы должны быть либо с родителем, либо с законным представителем. Законы представителей у нас по законодательству. Это опекун, попечитель, приемный родитель. Но, безусловно, мы с вами живем в реальном мире. Мы понимаем, что многие родители работают до позднего времени. И вы имеете полное право быть в гостях, либо выйти на прогулку со своей бабушкой, дедушкой. И главное, если ситуация такая произойдет, что к вам подойдут сотрудники рейдовой группы, ваши родственники должны доказать родственную связь, что они являются посторонними людьми по отношению к вам. То есть, если бабушка подтверждает, что она бабушка, фамилия у вас, допустим, идентичная, либо родитель мамы или папы подтверждает, что вы являетесь бабушкой, то, конечно, никаких вопросов возникать не будут. А если говорить о старших товарищах, то есть ваших друзьях, которые достигли возраста 18 лет, то нет, это незаконный представитель. И, безусловно, вы должны быть либо с близким родственником, либо с одним из родителей. Спасибо. Пожалуйста. Зачастую нарушения, насколько я понимаю, очень редко встречаются. В основном уже все знают тонкости детского закона. Да, вы абсолютно правы. Если раньше мы в сутки выявляли порядка 1300 детей по всему краю на улицах без родителей в позднее ночное время, сейчас это не более 30 детей. И мы проанализировали у нас, например, вот сейчас за этот период времени 2019 года уже свыше 200 детей – это дети из других субъектов Российской Федерации. Мы же знаем специфику нашего региона, что к нам на побережье, на отдых курортный приезжает очень много детей из других субъектов. Поэтому в своем большинстве, конечно, снизилось количество выявляемостей в разы, в десятки раз, я бы сказала. Настя, у тебя есть вопрос по поводу детского закона? У тебя все понятно, в принципе. Есть. А что все-таки будет, если меня на улице встретит полиция? Ну, если будете без родителей, либо с друзьями, полиция обязана вас передать вашим родителям. Но нужно отметить, что если вы нарушите требования детского закона, что сейчас существует административная ответственность, ее несет именно мама или папа. Составляется протокол в отношении родителей, что не допустили нахождение ребенка в ночное время без их сопровождения. Этот материал направляется в суд, он рассматривается. Если впервые нарушен детский закон, то назначается штраф в размере 100 рублей, повторный 500 рублей. Но здесь даже вопрос не в сумме и не в деньгах. Вопрос в другом, что после этого информация оперативно в течение суток направляется в школу, где вы обучаетесь, в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. И подключается весь ресурс, чтобы принять меры по недопущению в последующем этой ситуации и понять, почему же вы все-таки находитесь на улице, найти для вас интересы. Кружки, секции, понять вашу успеваемость. Может быть, есть проблемы в семье, есть такие детки, которые просто не хотят идти в семью. И начинается такой мощный механизм работы с ситуацией. То есть все-таки сначала пытаетесь как-то помочь и нивелировать ситуацию, а не сразу записываете в трудные подростки и относитесь к отдельной категории. В первую очередь идет индивидуальная работа, выявление причин и условий, почему ребенок в ночное время оказался на улице. Принимаются все максимальные меры к тому, чтобы устранить данное обстоятельство. Если в последующем все-таки мы видим, что проблема находится более глубже, необходима межведомственная работа, да, тогда уже рассматривается вопрос о постановке на учет. Тем не менее, есть же дети все равно, которые сложные, трудные дети, трудные подростки. Какая-то работа министерством этим летом будет вестись по этим программам? Да, конечно. Безусловно, на лето со всеми детьми, которые состоят на учете, как мы говорим, трудные дети, да, у нас организована ежедневная занятость данного подростка. Потому что, как мы уже сказали с вами выше, когда дети ничем не заняты в этот промежуток времени, у нас, к сожалению, происходят трагедии. Поэтому, да, ежедневный контроль, вовлечение в кружки, секции и так далее. Кружки, секции в Краснодаре, понятно, их огромное количество. Если брать районы, то все ли муниципалитеты готовы к этой работе? Везде ли достаточно наполнения? Чем можно отвлечь детей? В какие кружки и секции записать? Да, мы можем вас заверить. Однозначно, все муниципалитеты готовы, и сельские поселения в том числе. И что нужно заметить, дети не просто должны записываться в эти кружки по интересам. Если ребенку интересно художественное направление, а его отправляют в робототехнику, ну, это неприемлемо. Поэтому была проведена подготовительная работа, устанавливался круг интересов для конкретного ребенка, и в рамках этого создавались определенные условия для их занятости. А давайте на конкретном примере сейчас узнаем. Настя, ну, представляешь, к тебе приходят и говорят, так, Анастасия, расскажите, в какие кружки вы пойдете этим летом? Что бы ты перечислила, что бы тебе было бы интересно? Художественную школу. Художественную, рисовать? Да. А что-то еще? Я так понимаю, ты, наверное, ходишь в художественную школу, да? Нет. Нет? Пошла бы дополнительная еще? Да, может. Саша, ну, я даже боюсь спросить. Так, ко мне не придут, ко мне не придут. Гипотетически, да, помечтаем просто. Если вдруг к тебе приходят и говорят, так, даже у тебя даже не кружок, наверное, какой-нибудь дополнительный курс, лекция и семинар, то что бы тебе было интересно, может быть? Ну, если бы мне выдали целый список курсов, семинаров, то что-то с правом бы я связал. К тому же, интересно было бы и в органах внутренних дел что-то занять свое время, занять свое время. То есть пройти стажировку непосредственно. Далеко ходить не надо, пожалуйста, здесь же в ПДН можно было бы постажироваться. И все-таки, как вы думаете, уже в головах все априори, уже нет необходимости. Вот это было очень много разъяснительной работы, очень было много плакатов. Вот сейчас уже все, вопросов не возникает. Уже и дети, и родители, я так понимаю, что понимают и знают детский закон. Ну, в своем большинстве, да, у нас уже выросло целое поколение, которые сейчас сами стали родители, воспитывают своих детей. Безусловно, конечно, уже довольно-таки большой промежуток времени, в августе будет 11 лет, как закон реализовывается. Но, безусловно, отходить от информационной политики и разъяснения мы не должны. Да, где-то, возможно, обороты уже есть необходимость как бы сбавить, скажем так, потому что это не должно быть именно рицательным. Но, если говорить о Черноморской зоне, опять, к чему я говорила ранее, где приезжает очень много иногородних и с детьми, то транслируется по радиоточкам, плакатам, разъяснения, памятки, потому что дети должны знать, что на Кубани есть такой закон, его должны соблюдать все, и гости, и жители. А вот мне просто интересно, все-таки, когда нарушаются детские законы, это больше вина детей, которые не послушались родителей, или это все-таки родители, которые дали вольную своим детям и просто их не контролируют? Вот здесь вот, что чаще? Ну, вы знаете, здесь довольно-таки можно их разграничить, потому что ситуация фактически 50 на 50. Есть дети, которые действительно не слушают своих родителей, мы же выясняем, и потом принимаем меры к налаживанию детско-родительских отношений, когда имеет место быть. Но, к сожалению, должны признать, что есть такие родители, которые ненадлежащим образом исполняют свои обязанности, и порой им неинтересно, где находятся их дети, понимая для себя, что ничего с ними не может случиться, никакой беды. Раиса Андреевна, здесь, получается, должна быть об министерствах другая работа вестись, не поиск, а кружков и секций для ребенка, а какие-то уже, не знаю, встречи, нравоучения для родителей. Безусловно, если говорить об органе образования, то их деятельность направлена именно на это, на общешкольных родительских собраниях, индивидуальных собраниях классными руководителями, разъясняются и требования закона, обязанность родителей, их ответственность. Работа ведется во всех направлениях, как с детьми, так и с родителями. Если мы пойдем с вами в одну сторону, мы положительного результата не добьемся никогда. Еще есть вопросы, друзья, к нашей гости? Нет. Ну, давайте представим, вы про реальные ситуации уже рассказывать стали. А если, например, ребенка родители за хлебом послали поздно вечером и смотрят за ним из окна. Или по GPS-навигатору контролируют, как он передвигается. Да, например. Это считается, что ребенок под присмотром или же он находится один? Ребенок должен быть в сопровождении родителей, и он находится один. Потому что вы сейчас правильно сказали про реальные ситуации. Поверьте, мы мониторим чрезвычайные происшествия с детьми по всему краю в круглосуточном режиме. И очень много ситуаций, о которых говорят родители. Просто вышел к соседу через дорогу. Произошло ДТП. Ночное время суток. Водитель не нарушал неустановленное место. И есть случаи трагедии, когда мы больше детей вернуть не можем. И разные ситуации имеют место быть. Поэтому ребенок должен быть только в сопровождении взрослого. Не через окно, не через GPS-навигатор, через модульные часы и так далее. Нет, только родители. Либо взрослые, как вы мне сказали, бабушки, дедушки, тети, дяди. Как вы думаете, чего надо остерегаться после десяти, Настя? Машин. Машин. Это мы уже выяснили. Какая еще опасность может детей подстерегать в позднее вечернее время? Пьяные люди. Пьяные люди. Это еще хуже, чем машины. Еще есть варианты, Настя? Нет. Все. Других таких же детей, которые тоже после 22-х ходят по улице. Мне из аппаратной подсказывают пьяных на машинах. Это тем более стоит опасаться. Вы уже сказали, что когда мониторите статистику по различным несчастным и криминальным случаям, я так понимаю, что снижаются эти цифры? Да, в целом цифры снижаются, но каждый случай для нас является чрезвычайным, потому что потерять одного ребенка мы не имеем права в силу халатности, вот такого равнодушного отношения. Чрезвычайные происшествия имеют место быть, и поверьте, мы скажем вам с практики, когда родитель надлежащим образом контролирует, мы сейчас не говорим о вещах каких-то параноидальных и круглосуточного пребывания. У детей должно быть личное пространство, общение, двор, друзья. Мы все росли, это нормально, естественно. Но когда ночью на воде, как вы сказали, где есть люди в состоянии опьянения, например, есть рядом родители, трагедия с детьми не происходит. Последний вопрос. Летом сотрудники Министерства труда и социального развития, можно сказать, переходят на усиленный режим несения работы? Больше ли у вас, ну не знаю, каких-то вот таких контролирующих мероприятий? Или может быть даже наоборот не контролирующих, а вот как завтра, развлекательных и поздравлятельных? Да, работа, я бы сказала так, что она круглогодична в режиме довольно-таки таком очень интенсивном. Но летом, да, конечно, завтра будут мероприятия приуроченные к международному дню детей в Олимпе проходить для детей всего края. Конечно, летом работы, я бы не сказала, больше, но она интенсивнее, потому что мы хотим, чтобы все наши дети летом только получали эмоции, улыбки, здоровье, и никакой трагедии с ними не происходило. Мы все этого тоже очень хотим. Спасибо огромное, что пришли к нам в студию. У нас в гостях была начальника отдела Министерства труда и социального развития Краснодарского края Раиса Панченко. Мы продолжаем эфир на телеканале Кубань-24. Это специальный выпуск, посвященный Международному дню защиты от детей. Оставайтесь с нами. Краснодарскую ТЭЦ ждет модернизация. Самые перспективные детские профессии. Цены на бензин. Население урежет новогодние праздники. Официальные курсы валют. Это 5 экономических минут на Кубань-24. Сегодня выпуск ведут Кристина Пьяных и... Кристина Герасименко. Названы самые перспективные детские профессии. Опрос провела Академия народного хозяйства и государственной службы при президенте. В безусловном топе специальности информационных технологий. За них высказалась почти половина жителей страны. На втором месте медицина. На третьем работа в силовых структурах. Самые невостребованные профессии, по мнению населения, связаны с наукой, культурой, сельским и лесным хозяйством. Добавлю, почти около 50% россиян работают не по специальности. Это данным исследованием в ЦИОМ. На Краснодарской ТЭЦ грядет модернизация. Проект одобрили в правительстве. Он предусматривает комплексную замену паровых турбин и основных элементов котельного оборудования. Это продлит срок службы электростанции и положительно скажется на экологии. По оценкам экспертов, на все придется потратить 12 миллиардов рублей. Работы завершат в 2022-2024 годах. ТЭЦ ввели в эксплуатацию в 1963-1966 годах. Она основной источник энергии в регионе. Третий по ценам на бензин. Краснодарский край вошел в топ самых дорогих регионов Южного и Федерального округа. Литр топлива здесь в среднем стоит 46 рублей 4 копейки. Это следует из материалов Росстата. Лидеры рейтинга Крым и Севастополь. Почти 50 рублей. Дешевле всего в Волгоградской и Астраханской областях. 43 рубля 90 копеек. Среди всех регионов Кубань на 11 месте по дороговизне бензина. На авторынках, похоже, кончаются хорошие машины. Население стремительно их раскупает. Национальное бюро кредитных историй фиксирует исторический рекорд популярности автокредитования. Только в апреле люди взяли более 90 тысяч займов. Показатель более чем на 8 процентов превышает аналогичный прошлогодний. Больше всего суд берут в Москве и области, Санкт-Петербурге и Татарстане. Краснодарский край следом в рейтинге. Резкому скачку способствовало возобновление госпрограмм этой весной. Доля кредитного авторынка достигла 60 процентов. Ежедневные авиарейсы свяжут Краснодар и Симферополь. Их будет выполнять компания Аэрофлот. Маршруты будут обслуживать Боинги 737 со 2 июня по 1 октября. Программу перелетов субстирует государство. Цена билетов в экономе 2,5 тысячи рублей в одном направлении. Предложением могут воспользоваться люди моложе 20 лет, а также женщины старше 55 и мужчины после 60. Карты МИР будут принимать в странах дальнего зарубежья. Банк России планирует наладить эту систему. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиулина во время выступления в Госдуме. В Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Турции все уже работает. В этом году банки выпустили почти 60 миллионов карт МИР. Ключевая ставка в этом году возможно снизится. Этого не исключила также глава регулятора Эльвира Набиулина. Все произойдет во втором-третьем квартале. Факторов симуляторов инфляции. Больше нет. В последний раз ключевую ставку изменяли в декабре. Тогда ее превысили на 0,25%. Этого было достаточно, чтобы ситуация наладилась. На Кубани едят теперь, похоже, с еще большим аппетитом. Оборот организации общепита в этом году вырос в полтора раза. К апрелю он составил 4,8 млрд рублей. Данные в сравнении с прошлогодними публикует Краснодарстат. Налоговые поступления в целом от потребительской сферы в казной региона увеличились на 11%. В консолидированный бюджет поступили 13,3 млрд рублей. Прирост составил около 1,5 млрд. В соцсетях набирает популярность спорный челлендж «Get that money» в переводе на русский «возьми эти деньги». Суть задания участник должен поймать кредитную карту. Головой руками воспользоваться нельзя. Это делает вызов еще сложнее. Автор увлечения неизвестен. Один из роликов уже набрал более 150 тысяч лайков и 302 тысяч ретвитов. В России тем временем вводят обязательные уроки финансовой грамотности. В Краснодарском крае новый предмет с сентября будут изучать ученики с 4 по 11 классы. Партия книг и методичек уже поступила в школу. Длинных каникул больше не будет. Новогодние праздники урежут. Проект постановления правительства рассматривает сегодня трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. В 2020 году праздничные дни могут быть перенесены. Два года подряд население отдыхало 10 дней. Теперь продолжительность выходных сократится до 8. Зато больше праздников будет в честь Дня защитника Отечества и в мае. Курс валют в финале выпуска официальная сфотка от Центрального банка на первый день лета. Американец и европейец в плюсе. Доллар остановится на отметке 65 рублей 38 копеек. Евро 72 рубля 84 копейки. На этом все. До встречи.